В эфире программа «Пульс города» и мы подготовили обзор самых заметных тем месяцам. Вот некоторые из них. Все для детей, все для будущего. Где и когда в Барнауле откроют новый детский сад и обновленную школу. Внимание, автомобилисты! На Павловском тракте временно вводят реверсивное движение. Большой фестиваль, зрелищное авиашоу и фееричный салют. Какие мероприятия стоит посетить на День города? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще один детский сад появится в Барнауле. На днях глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание по поводу строительства нового социального учреждения в квартале 2032. Детсад возводят между улицами энтузиастов 65 лет Победы Сергея Семенова и Солнечная Поляна. Сегодня это одна из активно развивающихся территорий индустриального района города. В соответствии с планировкой квартала в нем предусмотрена школа на 825 учащихся и детский сад на 330 мест. Ход строительства последнего на днях оценили первые лица города. Уже возвезен каркас, здание, покрашен фасад, проложены наружные сети. Сейчас строители занимаются устройством входных групп, монтажом перегородок, заливкой стяжек полов. Также идет монтаж системы отопления, вентиляции и линий электроосвещения. На данный момент объект готов почти на 70%. Полностью завершить работы компания планирует до конца года. Общая стоимость строительства детсада – 566 миллионов рублей. Он должен полностью закрыть потребность жителей микрорайона в местах для дешкалят. Старейшая барнаульская школа номер 13 откроется в сентябре после капитального ремонта. Один из корпусов, а их строили в разное время, был признан аварийным. Ремонтные бригады зашли на объект в марте. Ход работ в июле проконтролировал замглавы Барнаула по социальной политике Александр Артемов. Одному из корпусов 13-й школы ни много ни мало – 106 лет. Его построили в далеком 1918-м. Учебное заведение появилось в Барнауле по инициативе известного просветителя Василия Штельки. Старый корпус, а более современный построили в 1956 году, уже давно требовал ремонта. К тому же эту часть здания признали аварийной. Детей временно перенаправили в другие барнаульские школы. В марте начались строительные работы, причем делать капиталку решили во всем здании. На это здание выделено на сегодняшний день из городского бюджета порядка 40 миллионов рублей, из которого 35 – это общестроительные ремонтные работы, и 5 миллионов – это оборудование и новое оснащение. На прошлой неделе строители завершили монтажные и отделочные работы на втором этаже старого корпуса. Здесь установили системы отопления, освещение, облицованные оконные блоки, в школьных кабинетах покрыли пол. Основные работы сейчас ведутся на первом этаже – в холле, спортивном зале и кабинетах. Планерки с подрядчиком и всеми ответственными лицами на объекте проводят каждую неделю. Вы даете оценку, что мы с вами работаем по графику. Согласно графику, школу должны сдать 15 августа. Причем родителям учащихся пообещали не просто капитально отремонтированное здание, но и оснащенное современным оборудованием. Все контракты на поставку оборудования и мебели заключены. Уже частично здесь идет сборка мебели, оборудование тоже все находится здесь в городе. Поэтому на сегодняшний день пока нет оснований для какой-то тревоги, что мы из графика и из тех сроков, которым мы идем по контракту, они будут нарушены. Руководство учебного заведения внимательно следит за всеми изменениями, которые происходят в школе. А вот для родителей с детьми объект закрыт для посещений. И то, как будет выглядеть школа, пока сюрприз. Татьяна Голубева специально для программы «Пульс города». Масштабная модернизация коммунальных сетей на Красноармейском продолжается в Барнауле. На работы по реконструкции канализационного коллектора длятся уже почти месяц. Сначала перекрывали часть проспекта по нечетной стороне, а с 22 июля по четной. Подробнее о ремонтных работах, что идут с опережением графика, в сюжете. Одна из главных артерий города – проспект Красноармейский. Несколько бригад здесь трудятся с начала июля с 8 утра до 10 вечера. Плотный график обоснован большим объемом работ. Для их проведения пришлось перекрывать часть проспекта сначала по нечетной стороне и перераспределять транспортные потоки. Но пассажирам общественного транспорта свои маршруты менять не пришлось. Были расширены переезды. Это в районе Крупска и в районе Чкалово переезд. Соответственно, автобусы у нас как большие, так и малые спокойно движутся по встречной полосе и через переезды уже возвращаются на свой маршрут, так скажем. Ремонт инженерных коммуникаций, подчеркивают специалисты, сложный и многоэтапный, но необходимый. Для замены трубопроводов, которая позволит увеличить надежность системы и исключить в будущем провалы дорожного полотна, пришлось даже на несколько дней разобрать трамвайные пути и изменить схему движения электротранспорта. На первом этапе реконструкции, что проходило на нечетной стороне Красноармейского, уложили новые трубы, в том числе под трамвайным полотном, а также заменили трубопровод под автомобильной дорогой. С 22 июля бригады приступили ко второму этапу модернизации сетей на четной стороне проспекта. Оставшиеся работы под дорожным полотном, это у нас укладка 12 метров футляра и устройство диаметром 800 полиэтиленовой трубы кондиционного коллектора номер 6. Движение общественного транспорта запустили в реверсивном режиме по нечетной стороне проспекта. Он двигается по выделенной полосе встречного движения. Полностью работы планируют завершить в начале августа. Татьяна Голубева специально для программы «Пульс города». Продолжаются в городе масштабные работы и по реконструкции сетей водоснабжения. В связи с этим ограничат движение по крайней правой полосе Павловского тракта на пересечении с улицей Новороссийской. Регулировать поток транспорта будут с помощью реверсивного движения. Напомним, комплексная модернизация водопроводных сетей по проекту «Меланжист Алтая» началась с середины июня. На первом из двух этапов работ обновляют сети водоснабжения протяженностью почти в 4 километра. С этой целью ранее перекрывали для движения участок по Павловскому тракту при повороте на сельскохозяйственную улицу. А с августа ограничат движение по одной из полос на пересечении с улицей Новороссийской. Точнее, по крайней правой полосе при направлении из центра города. Регулировать поток транспорта здесь будут с помощью реверсивного движения. Поток направят по двум полосам в одном направлении и по одной в противоположной. Завершить первый этап работ планируют до ноября. После приступят ко второму этапу – реконструкции канализационного коллектора на Кулагино. Она затронет почти 2 километра дорог. Схема дорожного движения еще в разработке. Отметим, водопроводные сети обновляют за счет средств бюджетных кредитов. Объем вложений – более 2 миллиардов рублей. Мы строим для Барнаула, для его жителей. Прекрасно понимаем, какие трудности доставляем. Поэтому постараемся с своей стороны уменьшить этот период дискомфорта, который им предстоит. Модернизация водопроводных сетей позволит значительно улучшить водоснабжение двух районов города – Железнодорожного и Октябрьского. Кроме того, одно из ведущих барнаульских предприятий сможет воплотить крупнейший в стране инвест-проект «Меланжист Алтая» – создать новые рабочие места. Ирина Корчагина специально для программы «Пульс города». В Барнауле продолжается ремонт дорог. По национальному проекту идет работа на нескольких участках, в том числе на проспекте энергетиков. Многие называют его жизненно важной транспортной артерией города. Строительство обойдется примерно в 270 миллионов рублей. О ходе работ далее. Проспект энергетиков в Барнауле строят с нуля. По данным подрядчиков, протяженность будущей дороги – почти 3 километра. Через нее транспортная сеть в перспективе соединит улицы Трактовую, Попова и Власихинскую. Сейчас проект находится в начальной стадии строительства. Улица около 3 километров. То есть она у нас, скажем, идет не прямая здесь. Получается, здесь и перпендикулярный проспект энергетиков идет, который идет через промышленную промзону, то есть где идет множество различных организаций. То есть там у нас сегодня уже выполнены работы и по устройству щебеночного основания, и по устройству первого и второго слоя асфальтобетона. Проспект энергетиков – самый крупный городской проект, участвующий в национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». И он состоит из двух участков. В текущем году город продолжает участвовать в национальном проекте. Это и два объекта строительства, 65 лет Победы, 280 лет Барнаула, объекты, которые мы строим. Есть такие участки особо важные. Это улица Северо-Западная, это улица Мамонтова во Власихе. Также вот это проспект энергетиков, на котором мы находимся. По завершению работ здесь уложат три слоя асфальтобетонной смеси. В настоящее время спецтехника отсыпает щебенку с песком. Это фундамент дороги для ее долговечности. Предполагается, что по ней смогут передвигаться крупногабаритные грузовые машины. Здесь же появятся тротуары и установят поребрик. На проект закладывают почти 270 миллионов рублей. Сейчас мы пока сконцентрированы здесь, потому что необходимо подготовить основания до дождей, чтобы потом нам не ждать, пока все опять это высохнет. В перспективе начать обустройство с нуля тротуаров, которые будут идти вдоль дороги на участки от улицы Власихинская до Рельс и туда дальше в сторону промзоны. Работы начаты, находятся на различной стадии в зависимости от участка производства работы. За семь лет у нас сделано более 300 километров дорог, построены четыре новые дороги, реконструированы три объекта. По контракту проспект энергетиков должны построить к концу этого года. Всего за семь лет работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на дороге Барнаула выделили более миллиарда трехсот миллионов рублей. Дарья Ирошина специально для программы «Пульс города». Насколько остро на Алтае, в том числе краевой столице, стоит вопрос незаконного оборота наркотиков. Моему коллеге в интервью рассказал начальник отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики незаконного оборота наркотиков Краевого управления МВД России Юлия Шевченко. Сейчас лето, и, наверное, актуальный вопрос – это плантации запрещенных растений. Мы время от времени слышим новости, что они обнаружены, они уничтожены. Но, наверное, из нас каждый вспомнит из таких растений, ну, коноплю, да, вот на вскидку первое. А все-таки много ли таких запрещенных растений, которые на приусадебном участке, рядом с ним, нельзя не то что возделаться, чтобы даже они росли? Семен обыденный является конопля – это растения, содержащие наркотические вещества. Также является МАК. Постановлением правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 года номер 135 в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, включены гармола и ипония трехцветная. В простонародье дачники называют ее, как вьюны, да, красивое наше растение. Хотелось бы сказать, что в ипонеи трехцветной в семенах содержатся токсические и галлюциногенные вещества, что вызывает остановку сердца, ну, и приводит к летальному исходу. Александр, вот, конечно, про ипомею трехцветную новость для дачников стала некоторым шоком. Вьюнок очень распространены среди них, и некоторые даже не знаю, как отличить, потому что запрещена же ведь неся ипомея, это как раз только трехцветная. Об ответственности, то есть скольких, скажем так, кустов будет достаточно, чтобы уже дачник считался нарушителем закона? Да, конечно, хотелось бы все-таки подтвердить, что запрещена ипонея только трехцветная. У нас есть очень много видов ипонеи в порядке 700, поэтому при выборе семян дачникам стоит обращать внимание. Ну, и, конечно же, хотелось обратиться к продавцам, да, кто продает эти семена, просмотреть все пакетики, потому что, объясню, за хранение трехграмм ипонеи трехцветной предусмотрена уголовная ответственность. По ипонеи трехцветной по выращиванию до 10 кустов предусмотрена административная ответственность до 5000. Если на участке выращивается, да, культивируется, как у нас садят, полят, пропалывают и поливают, то есть это называется культивирование. Соответственно, наступает уголовная ответственность от выращивания 10 кустов. И предусмотрена уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы. Зависит ли как-то строгость наказания от объема этих самых наркотических веществ? Не такого количества наркотических средств, потребление, хранение и сбыт которого не предусматривала ответственность. Перечень и вес наркотических средств, психотропных веществ, растений, содержащие наркотические вещества, утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 года номер 10.02. Как пример могу привести, что 0,01 грамм в некоторых наркотиках, в ряде наркотиков, предусматривает ответственность, даже уголовную. В отличие от хранения наркотических веществ, в сбыте законом не предусмотрен значительный размер. Поэтому при реализации небольшого количества наркотиков предусмотрена ответственность до 8 лет лишения свободы. Много ли людей у нас в Алтайском крае привлекаются к ответственности по этим статьям и меняется ли как-то статистика из года в год? В отчетный период сотрудниками органов внутренних дел привлечено за хранение приобретения наркотических средств 522 человека. За сбыт наркотических веществ привлечено к уголовной ответственности 197 человек. Общее количество лиц, привлеченных за хранение, каждый год уменьшается. А лица, привлекаемые за сбыт наркотических средств, в среднем остаются на прежнем уровне. Но хотелось бы сказать, что возросло количество участников организованных групп. Так за 6 месяцев, в 2024 года сотрудниками органов внутренних дел в суд было направлено 7 уголовных дел в отношении 37 лиц. Как мы все прекрасно понимаем, в преступные структуры входят сбытчики разных уровней, финансисты, операторы, закладчики, блогеры в том числе. Поэтому деятельность сотрудников органов внутренних дел в первую очередь направлена на установление всех лиц, которые участвуют в сбыте наркотических веществ. Месяц, как в Барнауле, открыли городской пляж на острове Помаскин. В этом году из-за большой воды легальное место для купания начало работать несколько позже обычного. Накануне открытия пляжа акваторию обследовали, дно очистили, сообщили в мэрии. На территории убрали мусор и оборудовали туалетами и душевыми. На пляже работают спасатели. Приобрести еду и напитки тоже можно. Здесь работают торговые точки с продуктами. Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что водный объект соответствует санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья людей. Всего в городе безопасными для отдыха можно считать 15 мест, в том числе городской пляж, а также 7 открытых бассейнов. Опасными для купания признано 25 мест. Добавим, купаться разрешено в специально оборудованных местах, желательно в солнечную безветренную погоду. Спасатели рекомендуют не заплывать на глубину, ни в коем случае не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять без присмотра детей. Новый памятный знак Николаю Рериху появился в Барнауле в сквере на улице Приречной. Торжественное мероприятие прошло в начале июля в присутствии первых лиц края города, общественников, гостей из разных регионов России, а также при непосредственном участии самих создателей. Ваши самые дружные аплодисменты! Мыслитель, художник, археолог, путешественник, писатель, общественный деятель. Человек с именем, достойный такого извояния, считают создатели памятного знака Рериху. Мы действительно понимаем, какой значительный вклад Николая Константиновича, всей его семье в развитие и сохранение культуры, идей гуманизма. Его имя на российской, алтайской, барнаульской земле очень почитаемо. А идеи его, конечно, очень живы и находят отклик и в наших умах, и в наших сердцах. И чем больше будет у нас памятных знаков, памятников, мест памяти, тем самым мы будем увереннее стоять на этой земле. Как родилась эта идея? Она родилась очень быстро, буквально. Не знаю, мне кажется, наверное, Николай Константинович, может быть, помог. Потому что, когда я просто вечером сделал эскиз, и у меня просто было слово «Рерих», то есть оно у меня возникло просто вот перед глазами. И я сначала сделал вот такую плакетку и вот этот элемент центральный, и мне показалось, что больше ничего я не нужно. Николай Константинович Рерих, конечно, во время своей экспедиции изучал прошлое Алтая, мечтал о будущем Алтае, мечтал здесь жить на Алтае. Но, наверное, самый главный след, который он оставил, не выражается в находках экспедиции, путевых заметках. Самый главный след, который он оставил, это надежда в сердцах людей, надежда в справедливость, добро, гармонию и радость. Выбор места для установки пал на сквер вблизи реки Барнаулки – уютный уголок в историческом центре города. Теперь эта локация в столице Алтайского края станет еще одной точкой притяжения для туристов и почитателей гуманистических идей философа. Здесь знамя мира – символ сохранения культурного наследия, которое необходимо сберегать от войн и разрушений во все века и времена. А именно в этом была главная цель Рериха. И действительно, наш с вами замечательный край – это центр мироздания для очень многих людей. Центр силы. Не только для нас. Для всех, кому дорогие идеалы – искусство, добра, поэзии и красоты. Сама идея появилась еще осенью прошлого года. На разработку проекта ушло два месяца. И вот на открытии памятного знака гости из пермских городов Лысево и Гремячинск, а также Калуги и делегация Избийска. 3 июля исполнилось 10 лет и принятию Алтайским краем знамени мира, и принятием более 30 организаций России знамен мира. И именно знаменосцы получили новый импульс в такой вот культурно-просветительной работе. Как говорил Николай Константинович, там, где культура, там и мир. Там, где мир, там и культура. Как считают организаторы, с появлением нового памятника интерес к творчеству Николая Рериха усилится. А надпись на табличке подтолкнет к духовному росту даже тех, кому имя великого мыслителя до сих пор не было знакомо. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. Специально для программы «Пульс города». Авиашоу, салют, фестиваль национальных культур и другие мероприятия ждут барнаульцев в день рождения города. В этом году краевой столице исполняется 294 года. Какие праздничные мероприятия точно не стоит пропускать в сюжете. День города жители и гости краевой столицы отпразднуют в последний день лета, 31 августа. Праздничные мероприятия пройдут под эгидой Года семьи. В этот день запланирована насыщенная культурно-развлекательная программа. Основные мероприятия по традиции пройдут в самом центре города, на площади Сахарова. С 12 до 16 часов планируются спортивные программы «Барнаулспортивный город чемпионов», в рамках которой пройдет фестиваль «Готов к труду обороне», соревнования по гиревому спорту, арбрейслингу, силовому экстриму, настольному теннису, городошному спорту, а также соревнования по специальным настольным играм для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В парке «Центральный» барнаульцев ждет фестиваль национальных культур. А на набережной авиашоу с 5 до 6 вечера над акваторией АБИ пролетит авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи». Пешеходная улица Молотобольская также станет центром притяжения в день города. Там стартуют ярмарки и выставки. Концепция выставки включает участие музыкальных групп, танцевальных коллективов, проведение квиз-игры «Барнаулт-туристский», также проведение четырех мастер-классов и работы шести игровых зон с инструктором. В рамках выставки нас планируется также проведение арт-шоу с участием профессиональных художников и песочного шоу с соблюдением тематики мероприятия. Также ко дню города краевая столица преобразится. Праздничное оформление города планируют завершить к 23 августа. Глава «Барнаула» Вячеслав Франк на совещании в мэрии поручил профильным комитетам и администрациям районов держать на особом контроле подготовку к празднованию дня города. Валентина Аскерова специально для программы «Пульс города». На этом у меня все новости. Будьте в курсе событий краевой столицы и держите руку на «Пульсе города». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова